так все не так явно подсказывайте если подсказываете вон там тепло холодно чуть-чуть такое и ленгина у нас испанч боба больше не приставайте на этот раз не у меня а у вашей любимой мадлен моя девочка что с ним по моему она досрочно перевыполнила свою номер опять я же просила марио больше не наливать разбей тут понимаешь бардак а ты где была да я и оглянуть не успела смотрю она уже готовенько ох беда то какая что ж нам делать-то теперь в самом деле генерал-то сождалась не будет злой как все да уж значит так а ниточка пойдем сейчас к нему в люкс и все объяснишь мол недоразумение вышло заболела мадлен неожиданно и все такое кашу и лентин это а может мне ему помочь или развеселить и не вздумай никакой самодеятельности поняла поняла ну тогда иди с богом окей ведь я могу это я всегда и зимы сменила пластинку но они все поделись осталось только так генерал-генерал врач а ну вот в принципе люкс люкс отсылка к лиги легенд лол степан это наш дворец степан он же уборщик он же повар он же мавр то есть негр вот такая у него нелегкая жизнь их бедных это все угнетали и вы туда же но я проверил просто это категорически запрещено правильно меня могут уволить а тыс нельзя брать да кровать тут действительно обалденно я бы поспала да ведь все равно не дадут фрейд вы не знаете зигмунда так это ж непризнанный классик марксизма ленинизм даже лицом чем на революционера похоже в общем наш человек наш читать сейчас когда у меня такое ответственное задание нет долг прежде всего ну ладно с собой взять фрейда нет вы серьезно взять самого старину фрейда а хотите растолкую что это нет не надо папе у вас начались эти ну как там фрустации во-вторых на лицо сублимации ну и в третьих в третьих вы задержались на этой оральной фазе развития одним словом она все про меня рассказала я понимаешь в течение пяти лет это скрывал на стримах все время взяла всю контору вот тут все подноготную высказала ведь я всего лишь хотел взять книжку почитать почитать не фрейда я брать собирался что клиенты никуда не торопились на эти часы можно не смотреть они врут впрочем как и все остальные часы снять не получится да они мне и не нужны да мальчик как мальчик это как же вы предлагаете мне его использовать он несовершеннолетний а это статья война идет некогда про статью душ любимое место для убийства женщин и 99 процентов начинающих маньяков стоит только молодой красивой девушки раздеться залезть в душ а потом начать медленно и эротично размазывать мыльную тену по всему телу как тут же появляется страшный маньяк который смачно вспарывает красивый подтянутый живот своим огромным кривым ножом а вы говорите купаться купаться взять душ не говорят говорят принять душ правда в данном случае это не важно душ объелся груш и не мечтайте мыться я там не собираюсь обычный кран для открывания воды только крутить не за что вентиля нет да есть вентиль привет добрый день что ты здесь делаешь я порядок навожу порядок генерал он уже ушел не нуждался мадалин и ушел кстати а ты случайно ее не видала видела она плохо себя чувствует поэтому елена геннадьевна попросила меня ее заменить понятно в таком случае тебе придется спуститься в подвал отлично генерал николай заставил мне эти ключи но никаких но давай сюда аду что зачем принимать вот теперь совсем другое дело можно хоть водички набрать какая широкая ванна надо ее наполнить а зачем мыться я не хочу но даже если бы захотела там нет воды сейчас наберем не проблему они это давай надо помыться конечно то как это не мытой и в платье ходить все время давай залазь я сегодня ванну уже принимала несколько раз дай пусть бежит значит Субтитры сделал DimaTorzok 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 интересно в платье сдуваем бегемотика удивляемся зачем мы это сделали профит а вот и зверь ну вот совсем другое дело теперь забирай вспышку и жди нас там мы скоро придем кто это мы ну я чудовище красавица как красавица какая красавица это что ли ну да это а какая же а я понял где вспышка ну что ж будем делать пропуск я так понимаю сами конечно чёным зачем нам этот фотограф вот такой так кого снимать будем себя вот теперь все готово к съемкам а кого снимать будем себя ой снимай ну можно конечно чипая его шляпе модно а что если вас фотографировать для истории лучше меня я фотогеничный кто тебя так обманул не мешай пётр анка сказала меня а я чем хуже тогда уж нас вместе ваши усы пасе его способность вести с ума любую девушку таков уж я а у меня тоже кое-что есть что пойдем покажу это уж показывай здесь здесь не могу ладно перестань петка пойдемте фотолабораторию сфотографируемся на память фотография девять на шестнадцать мне бы причесаться и так сойдет а чё стыск 2 тв упал раз раз а ого Ха-ха-ха! В смысле, начинается же. Ну, иди, твое, напугал. А, ну, че-то отваливался он, походу. Сейчас исправлю. Сейчас сценка закончится, вот это вот. Ха-ха-ха! 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 Че там? В смысле, там никто и не писал ничего. Поэтому и не читался. Че ты клевещешь, хипун! Ну, че ты писал? А, ну вот сейчас вот, да, во вспышку. Угу. Угу. Обновил. Ну, видно же теперь все. А то у тебя вспышка в штанах и ты радуешься. Да. ДСК2ТВ, видать, че-то перезагружался. Какой-то, че за аукцион они добавили. Ладно, потом поразберемся. Че, она не хочет ему пулемет отдавать? Мы с вами знаем, что на самом деле это Василий Иванович. Но сходство с Николаем поразительное. Это даже наводит на какое-то подозрение, впрочем, нет. Может. Не может такого быть. Ну и? Эх, я думал, что ей не против. А вот Чапай со свою репутацию боится. Ну, Петьку потрогай. Посмотрим, пока он этого явно не заслуживает. Ну, ладно. А-а-а, пропуск, типа Именим царя, пусти меня И ядрить тебя налево, китаец Вот так Думаю, сработает Должно, по крайней мере Сто по сто Скажите, вой, э-э-э Дуй Да, так вот, насчет пропуска Может быть, мы могли бы договориться? Да-да, договориться Твоя сють-сють Пропуск давать, я пропускать Пропуска не давать, я немножко посылать К чертовой матери А может, я могла бы предложить что-нибудь вместо пропуска? Спасибо, моя минусдация Моя курить гандубаса Сють-сють, торговать соломка Сють-сють, кусать гасы Сють-сють А как насчет героина? А у тебя есть героина? Может быть Героина моя любить Героина моя хотеть Сють-сють Бабушка, дедушка, тетя, дядя Дома все героины любить А моя сюда уезжать Поэтому никогда героина не пробовать Они мне как раз посылка с героиной присылать Если Анна-сан на почту ходить Посылка получать Моя сразу пропускать Но если Анна-сан Даже сють-сють обмануть Моя сразу Анна-сан сють-сють убивать Вот это не смешно Хорошо, я поняла Проблем не будет Все доставим По высшему разряду Анна-сан Квитанция брать Быстро-быстро приходи Ну ядрить Ну у нас же порошок есть Видимо этот порошок придется в посылку пихать куда-нибудь Какой-нибудь Добрый вечер А, это Пять вы С чем пожаловали, мадам? Мне нужно получить бандероль А документики на нее у вас есть? Конечно Так-так Посмотрим Посмотрим Ага Вот то Что вам Нужно Спасибо Не за что Главное сделать-то ничего нельзя с этим Может там нет ничего? Ну что Принесла героиня? Я думаю да А где же героина? Анна-сан Обмануть Войдуй Нет Анна-сан Воровать героина? Нет 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 Я ничего такого Войдуй Говорить Анна-сан Молчать Слушать Если Анна-сан Героина Сейчас обратно не приносить Войдуй Не только убивать Но я приносить Но я всю приносить А я знать Но только теперь Анна-сан Еще и Дениска Приносить Все чуть-чуть Сколько? Три миллиона Наличная Но у меня же нет таких денег Зачем Анна-сан Опять обманывать? Такой девушка Дениска Легко-легко Зарабатывать Ну я же не такая А я не знаю Такой не такой А все вы не такие Ага Ага А если Анна-сан Опять обманывать Или денежка не нести Войдуй Убивать 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 Совсем убивать Вот так влипло Тогда ему порошок Глупая Ну что Принесла Героина? Пока нет Тогда Зачем сюда приходить? Без посылки сюда ходить Зачем сюда ходить? Ааа 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 Принесла Героина? Героина Героина Моя пробовать Ну если Анна-сан Опять вытворять Да нет Все честно Героина Хе-хе 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 Вот я и говорю Достаточные половины доз Последнее китайское предупреждение Достижение получил Молодец какой Зубидоман Опиумнари С виду он конечно старикашка тщедушный Но мне доводилось наблюдать его в действии Он тогда в одиночку раскидал шестерых здоровенных мужиков Как котят Так что связываться с ним небезопасно Господин Войдуй может сам использовать кого угодно Почти Господин Войдуй Хозяин подпольной курильни опиума Кроме того Он решает вопросы связанные с охраной нашего заведения Наркоманы Вот дают эти китайцы А наделали таких монументов Что и взглянуть страшно Зачем они? Пригодится Эта штука называется кальян Клиент готов Можно выносить Он уже ни на что не пригоден Я не могу этого сделать Кстати он тоже Реклама здорового образа жизни Должна ненавязчиво напоминать клиенту Зачем он собственно сюда пришел Картина называется Цветущий источник Традиционная восточная живопись С традиционно мудреным названием А вот и генерал Серьезно? Ему просто хорошо Очень Очень Хорошо А вот и господин генерал Я не удивлюсь Если в таком состоянии Он не заметит Что к нему пришла Совсем не модлет Добрый вечер Ваше превосходительство Здравствуй Блин Красавица А че блин? Уфти не блин Вам не нужна компания, милые девушки? Как же не нужна? Очень, блин, нужна А когда она придет? Вы что, импотет? Нет, я мыслитель Так сказать Великий стратег, блин Так я уже здесь Ты, блин? А где же моя мадлен? Сегодня я вместо нее Да? А как тебя звать-то, блин? Анну Ну что ж, Анну Тогда присоединяйся Вместе помечтаем О победе царя, батюшки Да я бы помечтала Но вот у меня к вам вопрос Какой еще вопрос? Вы не знаете, где Красное Знамя находится? Красное Знамя, блин Если его наконец-то захватили Оно вполне может находиться в штабе В штабе? А штаб где? Ну знаешь, блин Это уже слишком Чтобы сказать тебе, где штаб Я должен быть уверен Что ты настоящая монархистка Ну вот как раз фоточка есть Батюшки и Отечеству А я кто, по-вашему? Почем я знаю? Может ты, блин, красная разведчица С самим Лениным к нам подосланная Ну этого уж слишком хватили, господин Камера За такой пощечин схлопотать недолго Пощечины мне не надо Я слишком стар для этих женских шуточек Чем ты можешь доказать, что ты настоящий борец За Николая? Да монархистка, я клык даю, понял, дядя? В смысле, у меня фоточка есть Николая А какое вам нужное доказательство? Вот ежели б ты прямо сейчас показала мне Что у тебя с собой есть фотография царя нашего батюшки Почему бы не показать? Вот и отлично Давай ее, блин, сюда Блин Ну что, доказала я вам, что я монархистка? Вполне Значит, теперь вы расскажете мне о штабе О штабе, блин? Ну да, помните? Мы же только что с вами говорили о секретном белогвардейском штабе А, о штабе? Как же? Помню Слушай меня внимательно Повторять не буду Наш сверхсекретный штаб Расположен на стороне красных Под Фурмановым Ну да Ну да Ну, короче, вы поняли где Да, но каким образом Что сами красные добраться до него Помогут Пам-пам-пам Что это так? А вот так, блин Вот это поворот Драться до штаба Можно только отсюда Со стороны реки Ой, как седра умна Да А еще Мы разработали великолепный план Наступление Через пару дней Мы разгромим эту проклятую деревеньку Фух, блин И прак А Чапаева, блин Вместе с его шайкой оборванцев Я самолично утоплю В этой поганой, блин, речушке Ну и дела Тогда мне надо спешить Раз надо Значит надо А че, портретик можно забрать-то? И это уж как он сам захочет Мм Так, че там? Портрет царя дали достижение А еще сколько это? Еще 10 10 Серьезно? Так, я не буду их смотреть А то спойлерную еще Это комната отдыха Здесь можно расслабиться Покурить что-нибудь легенькое В ожидании особо изысканных удовольствий Главное не пропустить их В этой комнате Можно заказать себе Шикарный тайский массаж И не только Так, это просто Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Есть такое... Пулемет? Пушку? Танк? Крейсер? Я думаю, пулемета будет достаточно. Так, Петька? Вполне. Только поскорее, Анна. Ситуация становится критической. Я принесла вам пулемет. Сгодится такой? В самый раз. То, что доктор прописал. Доктор прописал? Отпилить тебе твой длинный язык. Анка, пойдешь с нами? Я бы с удовольствием помогла вам, Василий Иванович. Но у меня задание из центра. Я добываю суперсекретные сведения. Если я пойду с вами, меня сразу раскроют. Ну и что? Походишь раскрытая, а возне простудишься. Помолчи. Так что, Василий Иванович, прорывайтесь на них. А я вас прикрою. А может, лучше я? Хватит, Петька. В атаку! О! 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 Ух ты ж, ежик. А че мы не постреляли ни в кого? Ну что, Василий Иванович, давайте устроим тир, что ли? Ну, хоть немножко пострелять. По бутылкам. Раз в городе не постреляли. Ох, Орел, Петька. Недаром, видать, я вас, молодежь, натаскивал. Да уж, Василий Иванович. Недаром не то слово. По пятерке-то с носа. Мда. Сгодится. Все? Да нужен нам этот указатель, как собаки. Я и сам знаю, где город. Взять бы его, да и вырвать с корнем. Сейчас бы бросить все и полететь. Как вам такое предложение, Василий Иванович? Ничего так. Я, правда, только на тачанке умею. Попробуем. Несомненно. А, туда дойти надо, видимо. Что-то музыка закончилась. Угу. Василий Иванович, опять чайник? Гляди, Петр. Да прыгаешься ты у меня со своими шуточками. Кстати. Я же вам не сказал, что на перегрибе я ходил все-таки за кофе. Оказывается, у меня есть, но его варить надо было. Но я не варил. И знаете, получше всяких там чаев работает. Спать перехотелось. Василий Иванович, опять чайник? Гляди, Петр. Вот незадача. Вроде бы обычный чайник, а взять мы его не можем. Магия какая-то. Как все запущено. Хватит. Я и так всю игру с собой столько барахла таскаю. Любимая часть игры начинается? О, слушай, а тут много еще? Мы за сегодня успеем или, ну, типа, на следующий стрим перенесем еще? О, ведерко пригодится. Ведерко в хозяйстве всегда сгодится. Конечно, конечно. Что ты еще... Он штопор! Вообще, это... Первая необходимость. Берем. Даже раздумывать не будем. Берем. А то. Лейка бы нам сейчас очень даже пригодилась. Водички набрать, цветочки полить. Да мало ли еще чего. Жаль, только дна у нее нет. А так, отличная вещь. Агнетушитель портативный, химический, отечественного производства. ОППХ-16. Хорошо, что нам тушить нечего. А то были бы проблемы. Я вам не грузчик. Кольца и браслеты, серьги и штиблеты, разве ж я тебе не покупал. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, и в руке у ней блестел наган. Ты зашухарила всю нашу малину, и за это пулю получай. Угу, да, все к себе есть. Сдадим? Куда? Да... И на тиски. Василий Иванович, тиски. Лично я бы в те тиски закрутил твои соски. Да вы что, Василий Иванович? Дети же. Какие такие дети? Маленькие. Ну и шут с ними. Я тут, можно сказать, поэму сочиняю в стихах. Василий Иванович, тиски. Лично я бы в те тиски закрутил твои соски. Да вы что, Василий Иванович? Дети же. Какие-то маль... Ну и шут. Я тут, можно сказать, в стихах. Это ты мне просто, да, на тиски сказал нажать? Потому что ачивку за тиски никакой не дали. Как говорил один мой знакомый кот, А я еще и на машинке вышивать умею. А я еще и на машинке вышивать умею. Зачем мне пшено? Жрать. Лошадь, что ли? Дурак ты, Петька. Еще кавалеристом хочешь стать. Лошади ж пшено не едят. А если с Ромом? С Ромом? Хм. Ну, с Ромом, положим, и я бы не отказался. Только где же его взять-то? С Ромом бы и я не отказался. Пшено. Да. На грабли лучше не наступать. Хоть они и в рояле. Что бывают бездонные бочки, я слышал. А вот чтобы бездонная лейка? А, стой, стой. Я ведерко-то подставить. Наверное, надо было. Кстати, очень-то странно, что... Странно, что пробка сверху бочки. Или просто она перевернутая бочка. Обычно снизу. Забрал. Всё, пошли самолёт заправлять. Эх, знатный Яроплан! На таком и полетать не... Лично я всегда испытывал тягу к полётам. Знаете, Василий Иванович, всегда так хотелось оторваться от земли и понестись навстречу солнцу, небу, облакам, наблюдать за проносящимися внизу полями, лугами, лесами, реками. Ага. А потом видеть, как отказывает мотор, отваливаются крылья и шасси. Вспоминать, что парашют забыл дома. Вот всегда вы так, Василий Иванович, любую мечту опошлите. Какую мечту? Голубую. Ты мне брось, Петька. Чего бросить-то, Василий Иванович? Я кому сказал? Самоубийство – не выход. Да и к тому же грех большой. Высоковато. Высоковато будет. Шикарный Яроплан. И кабина у него двухместная. Ну сколько можно тебя учить, Петька? Это не кабина двухместная, а Яроплан двухместный. А кабина двухместной вообще не бывает. Как это? Глядите-ка, Василий Иванович, и впрямь Яроплан. Настоящий-то он настоящий. А вот интересно, летал на нем кто? Наверное, братья-пилоты. Рано туда садиться, Петька. Сначала надо Яроплан в порядок привести. Бензобак взять не удастся. Он вмонтирован прямо в крыло. Ну, я имел в виду крышечку, открути. В крыло у него бензобак вмонтирован. Вот оно че. Неплохо. Получилась вполне сносная воронка. Согласен. Заливай. Молодец. Боец. Вот теперь мы можем лететь хоть на край света. Правда, Василий Иванович? Хватит болтать. Садись в кабину, оболтус. Садись в кабину, оболтус. Че-то не долетели мы, Василий Иванович. Василий Иванович, мы что, на небе? Нет, мы с него только что слетели. Значит, мы уже умерли? Выходит так. То есть, это сейчас у нас жизнь после смерти? Битраза? Нет. Ну мы же атеисты. Ну и что? Значит, мы все-таки живы. Можете так. Тогда смерть ничем не отличается от жизни. Или мы просто в раю. Тебе виднее. Можете в раю. Серьезно? Да отстань ты, Петька. Пошли лучше знамя искать. Так, на кладбище? Или куда? И не надейся. Красотиша! Как же нам теперь на тот берег перебраться? Мешок с сахаром здесь не нужен. Поэтому мы его и сберем. Логично? Логично. Высокофилософская игра, да. Не то слово. Эй! Есть там кто живой? Может, лучше постучать? Заруби себе на носу, Петька. Чабай в жизни никогда не стучал. Открывайте. Именем революции. Именем революции, друзья-товарищи. Открывайте. В смысле? Ишь ты! Аж до самого Питера можно добраться. Интересно, когда будет следующий поезд? Мне, если честно, не очень понравилось за Анку играть. Вроде игра Петька и Василий Иванович, играем-сидим за Анку. Это вид транспорта. Она без мотора. Нужно двум людям качать перекладину, и тогда платформа приходит в движение. Понял, Петька? Все-таки нужно тебя в институт поступить. Не надо мной поступаться. Я очень предан революции. Добрый день. Добрый. Как вас сюда занесло, хлопцы? Мы, фоторепортеры, ищем моделей для журнала Playboy. И-и-и-и, ничего-то вы здесь не найдете. Все девки здесь кривоногие, бетылснозадные. А уж рожь мишними, только вам коммунистов пугать. Говорят, правда, есть одна красавица. Но и да, у смолочи Паева, пулеметщицей работает. Ты имеешь в виду, Бетрезен не кепку? Ну, у меня нету. У меня не было подходящих. Я хотел, думал что-нибудь. Но ни папахи, ни... Как же она не кепка, наверное. Я забыл, как она называется. Короче, нету военных ничего такого. Даже беретов. Хотя есть бегемотик, кстати. Одетый, как ВДВшник. Каск. Можно ли воспользоваться дрезиной? Нет, она сломана. Не особо разговорчивая бабуля. Если идти все время прямо по рельсам, обязательно куда-нибудь придешь. Например, в Питер. Ну да. Санкт-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к. Санкт-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к. Попробуем. А что у нее сломано, ручки второй нету, типа? Сейчас попробую. Бесполезное занятие. Чинить лень. И так всю игру что-то чиним. Много раз. Неа. Это чип... Чего тебе петь? Ну? Да? Ну, это то, что было. Не получается. Да. Дэдпул, он четвертую стену ломает. Вон! В квестах. Сто пятьсот лет пятьдесят миллионов. Назад уже. Петька с Василием Ивановичем стены ломали друг другу. Четвертые. А вы все. Дэдпул, Дэдпул. Ну ладно, комиксы раньше были. Но все равно. Крестов-то сколько понаставили. Крест, Петька, есть пережиток царизма. А при советской власти смерти вообще не будет. Смерти нет. Осквернять могилы последнее тело, Петька. Так мы только шлем вместе. А мы ничего не оскверним. Даже наоборот. Хватит, Петька. Имей уважение к мертвым. Василий Иванович, а ледовое побоище разве на Урале было? Какой же ты у меня, Петька, все-таки неуч. Ну а где же ему, по-твоему, еще быть-то? На Ельбе? И вовсе я не неуч. Это я просто тестировал. Чего-чего ты меня? Ну, это, проверял. Проверял? Ты у меня допроверяешься. Я тебя живо оттестирую. По полной программе. Хорошо, Василий Иванович. Я вас понял. Пройдут годы, и этот самолет сделают памятником великому летчику-испытателю Чапаеву. Ничего себе. Смерть вне закона. Умер, расстрелять. Как опять умер? В Сибирь сослать. Да? Сталина на вас нету. Все, умирайте и умирайте. Сельская церковь всегда расположена на горе. Так, чтоб ее было видно издалека. Интересно. А монашки здесь есть? У тебя, Петька, одни монашки на уме. Почему? Еще? Брачки, уборщицы, поварихи, продавщицы, доярки, пастушки, механизаторши, учительницы, врачихи, работницы массажных салонов, хозяйки массажных салонов, пулеметчицы, комиссарши. Плате, и то еще так до самой крупской доберешься. Упс. Я уже. Упс. Симпатично, но грубовато. Тут алхимики, что ли, были? Я, конечно, не специалист, но что-то эта книжица не похожа на Библию. Ну вот и я про то же. Нет уж, пусть себе лежит. Тут не похоже на Библию. Не понятно ничего, не по-нашему написано. Латынь какая-то. Ин домини падре домини. Ой, че это со мной? Да бросьте вы ее, Василий Иванович, от греха подальше. Использовать швабру. Я вам не Роджер Вилко. Да уж. И на Маргарету ты тоже не похож. Открытое достижение. Роджер Вилко. Это из... Про... Про космические квесты, да, какие-то есть? Я забыл, правда. Петька, наверное, тот еще айтишник. Вин Дуб, он переустанавливал во всех позициях. Да нет, он даже с Анкой никогда говорить о нем не может. Спейс Клэс, точно, да, 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 да. Иконка какая-то странная, как ненастоящая. Красивый подсвечник. Золотой, небось. Это вряд ли. Был бы золотой, его уж давно кто-нибудь отсюда спер бы. Ага, кто-нибудь вроде тебя. Так. По-моему, здесь сатану призывали. Смотрите, Василий Иванович, какая рожа. Да уж, тут дело нечисто. Это я тебе как командир говорю. Я только сейчас заметил. Василий Иванович, видите, у него пасть открыта. Вижу, Петька. Странно это все, однако. Этому товарищу руку в пасть не клади. Ну и дела. Якая зараза, прямо в полу дырища. Глубокая, видать, зараза. Дна не видно. Угу, значит, туда что-то ссувать надо. Судя по всему, что-то вроде подставки для книг. Логика от товарища Зупермана. Видишь дыру? Суй туда что-нибудь. Суй туда что-нибудь. Что-нибудь. Дырка какая-то. Вот так разрушаются памятники архитектуры. Прям подозрительная церковушка-то. Что-то с этими белыми явно не так. Да ну их. Пошли в церковь. Там нет ничего интересного. Красивый, почти как наше знамя. Ну, вроде бы. Вроде бы больше ничего нету. Чё с ней делать-то? Ну как чё, подвинь, там наверняка что-то есть. Воровать икону? Да не воровать. Прямо из церкви? Да не воровать. Да уж, хороший экземплярщик мне попался. И не стыдно? Стыдно? Да не стыдно, я другое хотел сделать. Стыдно мне. Чё мне стыдно должно быть? Ты икону собрался воровать, а не я. Подвинь её. Перевесь куда-нибудь. Ядри. Хм, не на месте, иконка-то. Маленькой дырочки не будем. Дырки сделаны для того, чтобы их заполнили. Так, можно в тюрячку загребить? Мы вообще-то про другое сейчас говорили. Не про то, за что в тюрячку попадают. Так, подождите-ка. Интересно, Василий Иванович, по ком звонит колокол? С чего это ты, Петька, взял, что он звонит? Да не, Василий Иванович, это ж классика. Опять ты за своё, Петька. Я тебе дам классик. Ты у меня сейчас сам станешь классиком. Посмертно? Ещё при жизни. Стать классиком при жизни это сильно. Уже темнеет, скоро совсем страшно будет по кладбищу ходить. Не бойся, Пётр, я с тобой. Вот этого-то я и боюсь. Чтобы кого-нибудь похоронить, надо этого кого-то сначала пристукнуть. А мы ещё до сих пор никого не убили. Это, Пётр, дело поправимое. Как же оно поправимое, когда как раз непоправимое? Будешь много болтать, я тебе это самолично продемонстрирую. Самоубийство – это не выход, Василий Иванович. Тьфу ты, песня я такая. Да замолчишь ты, наконец, или мне прямо тут тебя похоронить? Не дождётесь. Мне на кладбище рано пока. Опачки. Ничего себе культовое сооружение. Мне говорили, где-то здесь то ли опиумом, то ли кетамином торгуют. Сначала тело, товарищ. Кетамин потом. Наркочки – это плохо. В этом время кто-то уже покопался. Или откопался. Гули. А помните, Василий Иванович, у нас в клубе недавно крутили «Ночь живых мертвецов», да? Которые ещё не сняли. Так вот, там тоже двое пришли на кладбище. Ерунтает всё, Петька. Поставшие из ада гораздо круче. Ну и вкус же у вас, Василий Иванович. Мертвецы, Пётр, не по моей части. А у нас в части, по-моему, вообще мертвецов нету. Если ты и зараза не замолчишь, то сейчас будут. А это откуда, Рэд Барон? Кетамин, героин, опиум. Мы называли это квестами. Да, да, да. На череп похоже. Василий Иванович, на камне лицо. Как у тебя фантазия-то разыгралась. Да какая там фантазия? Смотрите, какая рожа страшная. Это всё от ветра, наверное. Я, конечно, не суеверный, но, по-моему, нам его лучше не трогать. Ага. Его лучше не трогать. Извините за каламбур, но с такими штуками шуточки плохи. За что извинить, Василий Иванович? Да ну тебя. Музыка, тебе не нравится орган? Я сижу кайфую. А чё, нельзя ничего сделать? Склеп с мертвецами. В таких местах только фильмы ужасов снимать. Какая дверь? Тяжеленная. Не открыть. Сходи к ты, Пётр, для начала на разведку, а я пока отсюда покомандую. Потанцуйте пока, Василий Иванович. Пошли дальше, чё? Чем-то надо отпирать склеп. А чем? Я не знаю. Подземный переход? Это да. К сожалению, без поезда это бессмысленно. Магично. Эх, красотища-то какая! Эх, помирать-то как неохота. Зачем умирать-то? А зачем красотища? И тут не поспоришь. Ай, нос чешется. А как вы думаете, Василий Иванович, а может это кладбище домашних животных? Ага, точно. У папа была собака, он её любил. Она съела кусок мяса, он её убил. Ага, а потом она ожила, и он её опять любил. Достаточно. Ужасти какие! Наверняка его тарелка сбила при посадке. Сказал бы уж лучше, мамонты растоптали. А, вон там круги какие-то на поле. Не видно просто. Василий Иванович, вы там будете? Ну, стойте там, в принципе. Ой, круги какие-то в поле странные. Василий Иванович, а вдруг эта летающая тарелка садилась? Ещё что выдумал? Тысячу раз говорил я тебе, Петька. Летающих тарелок не бывает. А уфологи говорят, что бывает. Ну иди тогда, целуйся со своими патурологами. Ежели ты, мой командир, для тебя уже не авторитет. Да не, Василий Иванович, я ж пошутил. Вы авторитет, конечно авторитет. То-то же. Чисто врут все эти проклятые уфологи, в натуре. Совсем забыл об этом прекрасном детском выражении. Ну иди, целуйся тогда со своими там, кем-то ни было. А что, Петька, может через железнодорожный мост махнём? Ага, махнём. А как поезд пойдёт? Чё делать будем? Ламбаду танцевать. Вот и я о том же. Ламбада. Смотрите, Василий Иванович, сливной бачок в поле торчит. Сам ты сливной бачок. Это же переход. Какой такой переход? Подземный. А-а-а! Так бы сразу и написали. А бачок зачем? А шутки его знают. Так полагается, наверное. Лучше подойдём поближе. А-а-а! Аре Кришна! Аре Рамма! Кришна, Кришна Кришна, Кришна Странный тип, правда, Василий Иванович? Не знаю, Петька, бешеный какой-то Бешеный какой-то Василий Иванович, может лучше Джина вызовем? Это можно, Петька, только без тоника Да я и сам разбавленный как-то не очень Не нужен нам такой напарник, Петька А по-моему, пригодился бы, например, психические атаки проводить У тебя, Петр, лучше получается беседовать с такими товарищами Вы всегда находите общий язык Мотыльки нам не нужны, никчемные создания Тунеядцы, одним словом Свет привлекает ночных бабочек Мотыльков, Мотыльков, Петька, сколько раз тебе говорит? Ночных бабочек Привлекает свет Они в руки просто так не даются Они и за деньги не даются Не та порода Хорошо Допустим Мотылек, Мотылек Кто поймает Мотылек, тот получит Мотылек Правильно говорить, поймает не Мотылек, а Мотылька Значит, поймает Мотылька Тьфу ты, совсем сдурел Художника обидеть каждый может Не трудно понять, что какой-то человек здесь спустился вниз Оставив за собой этот знак Хм, человек идущий вниз есть А наверх нет Не к добру это Неплохая идея Всюду ходить с таким знаком В транспорте будут место уступать Как беременному Ага, на всю голову Как беременному на всю голову Еще чего не хватало Надо запомнить это вооружение Непривычно видеть здесь подсемный переход Не правда ли? Скорее, подводный Тем более Наконец-то, Василий Иванович По этому переходу мы спокойно переберемся на ту сторону Ага, сейчас Держи карман шире Не видишь, он затоплен Ну сколько можно Сначала самолет, потом поезд А теперь еще и это Я начинаю себя чувствовать, как персонаж какого-то второсортного приключенческого романа В таком случае у авторов болезненная фантазия Или просто кое-кто над нами издевается Да нет, Василий Иванович Ну кто над нами может так издеваться? Есть у меня свои подозрения Это не я От постоянной влажности штукатурка отсырела и отвалилась До этих кирпичей я не достану А вот до этих Намертво Далековато будет Далековато будет И не шелохнется Ладно Давайте поговорим с ним Фух Как жив-здоров Спасибо Не за что А вы не хотели бы ответить мне на пару вопросов? Валяй, задавай Вы верите в Бога? Мы коммунисты? Харе, Кришна, харе Почему в таком виде? Я член общества сознания Кришны Если вы ничего о нас не знаете Но вас интересуют такие вопросы, как Существование души Существование Бога Смысл жизни Что делать? Кто виноват? Как уклониться от призыва в армию? Как получить непыльную и денежную работу? Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Как отбить подружку у приятеля? Как получать долгие и интенсивные оргазмы до 80 лет? Как завоевать мир за 8 часов 15 минут? Как покончить с собой так, чтобы позавидовали все друзья? Вступаю! Завтра вечером на собрание, где наш гуру подробно осветит все вышеперечисленные и не только эти проблемы Будем играть хорошая музыка, клевая еда и выпивка обеспечены Приходите, не пожалеете! У тебя ножа нет? Нет! Я против насилия! Бхагавадгита говорит Она хорошенькая? Да, даже очень! Так вот, она говорит, что насилие намного хуже любви! После любви рождаются дети А после насилия ничего не рождается Кроме того же насилия Образованная у тебя гита Бхагавадгита! Сколько тебе лет? С удовольствием! Приходите к нам на собрание Она там всегда бывает Любви учит Иногда до 10 человек за ночь Они всегда после ее учений Такие довольные! Ты нам весло на пару минут не одолжишь? Нет! Не могу! Это весло помогает мне медитировать А медитация помогает мне достигать душевного равновесия Полностью отключаясь от внешнего мира Я должен достичь Нирваны И выйти в астрал Кого достичь? Не достичь, а достичь Нирваны! Это воплощение сознания Кришны А Кришна Понятно Сразу бы так и говорил Девушки отдыхают Сразу бы так и говорил Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сразу бы так и говорил Сейчас, секунду Угу Куда выйти? В астрал? В астрал Сам в астрал В астрал От такого слышу Да я тебя сейчас А ну давай быстро, гад А то пулю в лоб получишь Я не боюсь физического насилия Насилия Но если вы причините мне вред Вам придется иметь дело Не только с гневом Кришны Но и с тридцатью восьмью членами Нашей общины А что кроме весла ты не можешь ничем мастеру медитировать Конечно Весло одно из лучших приспособлений для единения с Кришной Но чтобы достичь настоящего резонанса с музыкой высших сфер Мне необходимы священные четки Значит тебе нужны эти самые четки Да Для любого посвященного Зачем они его вот так медленно озвучивали Невероятной мистической силой Достаточной для астрального проецирования Или типа если спокойный значит очень медленно говорит А для непосвященного Да ладно тебе Петька Пойдем отсюда скорее А то говорят сумасшествие заразно Че то я не все кирпичи потрогал Все кирпичи потрогал А кто то да не шелухнет Далековато аре Кришна А не устал Но все вот три штуки А, за мной он там еще сзади Он не поддается Этот кирпич чуть-чуть шатается, но вытащить его не получается Василий Иванович, а спорим, вы этот кирпич не вытащите? Это я-то не вытащу! Смотри, Петька, и учись! Как жив-здоров? Спасибо! Не за что! А вы не хотели бы ответить мне на... Маляк! Вы... Мир! Тогда приходите завтра на лекцию! Мы находим просветление только в образе Ленина! Ленин одно из лиц Кришны! Так что приходите к нам завтра вечером в клуб! На ту сторону реки! Вот это да! Будут как раз лекция! Будут мантры, благовония, просад! Всё как надо! Мы и так на светлом пути! Как же спа! Будем рады вас видеть! Приводите своих друзей! Харе Кришна! Не будем мешать! Харе Кришна! Харе Рамма! Харе Кришна! Фух! А для чего нам кирпич? Ой! Пардон! Экскузим Ланыч! А у меня, кстати, весло есть! Ядрить тут сахару Эта лодка может запросто перевезти нас на противоположный берег Нужно только отвязать ее и как-то убрать оттуда мешки Лодку нельзя использовать, пока в ней сахар и она привязана Лодку нельзя взять, пока в ней сахар и она привязана, ей вообще нельзя никак попользоваться Ну так разгрузить сахар Я, конечно, человек сильный, но эти мешки мне из лодки не вытащить Да и веревку эту я не смогу развязать, у меня ногти слишком длинные, сломаются Разбежаться бы, да прыгнуть Я тебе сейчас спрыгнул, ходить не сможешь Надо было в детстве спортом заниматься Далековато будет, вплавь не перебраться Я, конечно, мог бы выпить реку, но не хочу Выпить реку? Воображай Воображай Чего смешного-то? Да воображаю, как ты потом будешь Чего буду? Ой, не могу Против ветра Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мне смешно. Зато пропотоп. О-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так вот, где они засели, гады, в самом сердце Родины. Все равно нам не вытащить оттуда все эти мешки. Пусть там еще один полежит, а то тараканы где-нибудь по домам растащут. Так, так, так. Че там посередке валяется такое? А, сахар растаял. Смотрите, Василий Иванович, сахар-то растаял. Сам вижу. Ну, отвязать надо теперь только. Узел слишком сильно затянут. Да еще и намок. Развязать невозможно. А че у нас? Нечем развязывать? Лодку нельзя использовать, пока она привязана. Так. А где ж мы не были еще? Беревку взять не получится. Она привязана к лодке и к мосткам. Подожди. Переход, вокзал, да? Кладбище. Тоси-боси. Церковь. Это нам надо как-то, значит, ножик как... А, слушайте, а нож-то у него не есть? Мы шо вот так и не спросили, есть у него нож или нет. У тебя ножа нет? Нееет. Она... Да. Поси-боси. Абра-бха. А как насчет ножа? У папа, спросите. У него наверняка есть. У этого садиста. Садиста. У этого злодея. У этого... Аре-кришна. Аре-рама. Кришна, Кришна. Рама, Рама. Понятно. Не будем мешать. Аре-кришна. Аре-рама. Аре... Может, Поп появится теперь. Ну, кирпичик-то действительно точно. Жми, Петька. Опа-на. Ой, Василий Иванович, слышишь, скрежет-то какой. Будто под полом тащат чего. Да все на месте, как будто. Как будто. Блин, вот этот значок похож на девочку, которая с косичками идет куда-то. А не на Петьку. Может, это и есть девочка с косичками. Ой, Василий Иванович, смотрите, дверь открылась. Сам вижу. Так вот, для чего кирпич нужен был. Ах, ты ж ежик. Какая дверь тяжеленная. Не открыть? Аж открыто уже. Лучше ее не трогать. Еще закроется, тогда вообще тут застрянем. Не думаю. Да, да я что-то сам это поспать хочу. Мне еще завтра на стрижку ехать, потом на день рождения, поэтому... Вообще, думал, пора. Ничего себе. О, 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 о! Ничего себе у тебя тут поп Развлекуха Эта веревка давно сгнила от сырости Она не выдержит мой вес А если ее вдвое сложить? Да хоть вчетверо Была бы хорошая веревка, может и взяли бы А такое барахло таскать с собой неохота Сейчас там пусто, но я не удивлюсь, если в этих камерах он держал своих несчастных узников Запереть бы его, а вдруг он там умыл? Еще не хватало, такой грех на душу брать С детства ненавижу заключенных Это пытошное приспособление было особенно модно во времена Петра Первого и Ивана Грозного Теперь пользоваться им могут лишь завзятые ретрограды Может покажем, Попов? На дольче вина веби Нет, Петр, мы должны думать о моральном облике Вот мы о поповском моральном облике и подумаем О своем моральном облике С детства ненавижу инквизиторов Кресло Что может быть страшнее стоматологического кресла? Один его вид наводит на мысли о долгой и мучительной смерти Шутить изволите С детства ненавижу стоматологов Похоже на железную деву, только страшнее Не думай С детства ненавижу покойников Похоже на пилорам Может он тут не людей пытал, а лесозаготовками занимался Ой, так это же моя детская кроватка С детства ненавижу лесорубов Зубья выглядят внушительно, но на самом деле они ни на что кроме нарезания хлеба не годятся Не стоит, так и порезаться недолго Лучше его не вытаскивать А че? Здесь Поп добивался признания своих жертвов в самых невероятных грехах Анка разбирается в таких штуках значительно лучше меня Анка молодец С детства ненавижу боль При помощи таких прутьях техасские ковбои когда-то ставили клейма на принадлежащее им поголовье крупного рогатого скота А вот для чего использовал их Поп, страшно себе даже вообразить Василий Иванович, а давай его соклеймим? Давай, негодяевы башни, никогда вам не стать коммунистом до таких извращенцев как вы и среди белегов поискать еще Да, я вообще-то имел в виду кое-что совсем другое Ну да ладно С детства ненавижу ковбоев Мы с Василий Ивановичем, раздумав дому, решили сначала войну выиграть, а уж потом в ковбои подаваться К счастью для нас у Попа оказалась целая коллекция разнообразного метательного оружия А почему бы и нет? А кирку? Не? А кирку? Ну ладно, давай поговорим Чушь ты злой такой Сам не знаю Когда узнаешь? Если вы меня теперь убьете, так никогда и не узнаю Убьем прямо сейчас Ой, боюсь, боюсь Чушь ты злой такой Сам не знаю А кто за тебя знать будет? Боженька даже, Иисус Христос Не сваливай свои злодеяния на других Ну ладно Вы прижали меня к стенке Я сдаюсь и требую помилования Хорошо Считай с закрытыми глазами до тысячи Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сто, сто десять, сто двадцать Будешь хитрить? Заставлю считать сначала Двадцать два, двадцать три Чушь ты злой такой Сам не знаю Ксипи, у него тут много квестов В смысле текста Мы хорошие, мы тебя не тронем Как же хороший Распяль бедного старика, сволочи Чушь ты злой такой Сам не знаю А кто за тебя знать будет? Боженька даже, Иисус Христос Его распяли, и тебя распнем Я буду только счастлив умереть таким образом Ну и фиг с тобой, умрешь счастливым Нет, отпустите Гады, не крести А негдот про вас расскажу Где вы голубые А мы тебя в компьютерную игру всунем И садистом сделаем Дети будут глядеть на тебя и ужасаться Нет, только не это Чушь ты злой такой Сам не знаю А ты чё такой серьезный? Кто за тебя знать будет? Боженька даже, Иисус Христос Он тоже в свое время нам ответит Чушь ты злой такой Разowa не он, Фокс Кто за тебя знать будет? Боженька даже, Иисус Христос А, ну все Ааааа Он не хочет больше с ним разговаривать? Неохота руки, Марат. Неохота... Он, конечно, садист. Но мы-то люди, по своей сути, порядочные. С детства ненавижу извращенцев. Серьезно? К Сипи, он больше не хочет с нами разговаривать. Сейчас я попробую вернуться и обратно вернуться. Что скажешь в свое оправдание? В детстве я играл в песочнице. И младший брат изнасиловал меня формочкой для песка. Потом меня регулярно били. Отчим мусульманин, дядя Юрий и бабушка буддистка. С тех пор я ненавижу мужчин младше 19 лет, женщин старше 86, а также фазовщиков, компоновщиков, прорисовщиков, преподавателей алгебры, футболистов и комментаторов Перитурина. И еще я боюсь людей на велосипедах и теней от продолговатых предметов. Все эти комплексы побудили меня сначала заняться, ну, с научной точки зрения, рукоблудием, а потом непрактическом уровне, садизмом и мазохизмом. Вот такая у меня грустная история. 50 оттенков попа дали достижения, отлично. И много ты людей здесь замучил? Ничего вам не скажу. В нашей семинарии у меня были лучшие отметки по сокрытию тайны и исповеди. Молодец! Какой стойкий поп! А если пятки подожжем, скажем... Пятки? Как? Пятки? Подождите! Я вам все выложу, только не убивайте меня! Сколько ты замучил здесь людей? 243, если считать женщин и детей. А если не считать? Двоих, грешная моя душа. Нормально. И много ты людей здесь замучил? Ничего вам не скажу. В нашей семинарии молодец. А я спятки. Сколько тебе лет? 21. Как 21? Ты же старик. Это я такой от злости. Вот так, ребятушки. Нельзя быть злым. Немного ты людей. Ничего вам. В нашей... Молодец. А если пятки? Кто сильнее? Кит или слон? Не знаю. Такому необразованному попу одна дорога. На гильотину. У тебя была собака? Да. Ты ее любил? Откуда вы знаете? Мы знаем все. Она съела кусок мяса. И ты ее убил. Вы что за мной следили? Землю закопал. Напись написал. Вы не люди. Вы демоны. 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 Да. 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 Она висит так. Может, одумаешься. Ой. Ой. Наверное, надо собираться. Да. Спать ложиться. По поводу... стримов. Ну, понятное дело, что следующий стрим по Петьке Василия Ивановичу. Нет, что-то я спать прям хочу. Не знаю. Вроде выспался нормально, но прям... А помните, Василий Иванович, у нас в клубе роток ебас. Когда следующий? Завтра? Ну вот не завтра, это точно. Когда? Воскресенье? Когда же еще ему быть? Если не завтра. Наверное. Да не, не наверное. Воскресенье. Постараюсь пораньше. Точно скажу, что... С апреля будут стримы. Да не, в воскресенье будет. 1 апреля обязательно будет. Вот. Ну-у-у-у. Ну-у-у-у-у. А, сохраняем. Ничего себе, как быстро сохраняется! Здорово, Мэдвейфарер. А мы закругляемся тут. Заквадрачиваемся, уквадрачиваемся. Ну, судя по достижениям, осталось игры часа на три, по-моему Примерно